Привет, дорогие друзья! Ну что, по ценам на газ? По ценам на газ, ребята, все нормально. Министр отреагировал уже на возмущение людей, которые получили платежки. А люди, дело в том, что они же не тупые. И они умеют плюсовать. Ну там может с делением, там может проблемы, там корень квадратный какой-то. А плюсовать они умеют. И они сплюсовали эти две платежки. Одна спонтом за газ, а вторая типа за его доставку. Сплюсовали, у них получилась сумма больше, чем была раньше. И люди такие, а что за сумма? А тут появляются министр и говорят, все четко, пацаны. Ну давайте начнем с того, что цена не выросла. И сумма этих двух платежек мает становить цену, которая у нас мает сформироваться за сечет. Мне очень нравится этот оборот. Мает становить. То есть должна составить. Она уже составила. Это уже можно говорить в прошлом. Люди получили платежки. Должна составить. Это не катит. Она составила или не составила. Справа в том, что действительно у нас отбывается развитие рынка. Для того, чтобы споживатель мог выбирать для себя поставщика. О, боже мой, потребитель будет выбирать себе поставщика. Рынок развивает. А когда развьется, тогда можно вот это вот делать. Серьезно, за транспортировку там и все. И будет себе там выбирать поставщика. У вас нет никаких поставщиков. Зачем вы рассказываете сказки Венского леса? Было принято решение. Решение на рівні незалежного регулятора про формувание двох платежек. Тобто одна платежка це є за посередньо транспортування газу. И дальше он рассказывает опять про этих мифических продавцов газа. И сидит такая бабушка в селе такая. Так. Ну, беру-ка я отцего. Ага. Там. Газ плюс ойл. А чужой нажимает там. Чужой компьютеризированный. Что вы чешете вообще? Тобто, якщо на ринку є продавці і є покупці, є трейдери, які можуть знайти дешевшу ціну на газ, вони мають сплатити відповідні тарифи. Какие трейдери? Я вот вчера хотел акції прикупить, находясь в Європі, имея там счета, все такое. И я не смог этого быстро сделать. Трейдера не нашел. Бабушка найдет в селе трейдера. Какие трейдеры? Кому что предлагать? Вы понимаете, в чем фишка? Вот специалист, конечно же, может 40 минут об этом рассказывать. Я не специалист. И люди, которые вот сейчас вы меня смотрите, вы тоже не специалисты. Но вы умеете считать и прибавлять. Правильно? Відповідно, тариф регулированно сплатили, а цену на газ знайшли дешевше. Значит, у наших украинцев, у споживачів, может быть меньше цена на товар, а будет и регулирована цена на тариф. Тому появились эти две платежки. Трейдеры, мифические, найдут дешевле цену и предложат, вот село Загогуньки будет получать теперь газ по дешевой цене. Трейдеры так решили. Но еще раз подкреслю, что надзвичайно важливо, что цена не має зростати у відповідности. Тобто сумма этих двух платежек має становиться ту ціну, яка формует кінцевое газопостачание. Тобто отримание кінцевого товара. Не має зростати. Має становиться. Вона уже встановила. И люди нарешті дочекалися. Вони отримали ці платежки, подивилися. Вона больше. Но для того, чтобы зберегти украинцев, выходя из того, что добро быть украинцем – это абсолютным пріоритетом, было принято решение и были проведены перемоги. Ну и он рассказывал про переговоры, про то, что мы заключили договор с Российской Федерацией. Мы это сделали, заключили этот договор. И вышло. Вышло подписать транзитный договор. Вышло зафиксировать достаточно адекватно условия на 5 лет. И это означает стабилизация цены на рынок. Это означает уменьшение цены. Кроме того, идет мировая тенденция снижения цены на газ. Ну оно такое, приливами и отливами, знаете. И сейчас газ должен стоить дешевле. Более того, я должен вам сказать, что украинский газ, а украинцы на 90% потребляют свой газ, который произведен, и себестоимость которого составляет 80-100 долларов, наверное, да, они ориентируются по его цене на нидерландский хаб. Также снова пришлось проговорить с Международным валютным фондом, снова уверен, что мы не можем не отдать украинцам это уменьшение цены на газ. Пришлось убалтывать, независимое государство, убалтывать МВФ, что мы не можем для украинцев не снизить газ. МВФ против был. Врет, наверное. Врет. Я слышал, что МВФ хочет всего хорошего. Всего хорошего для Украины. Вы что же слышали? Вы говорите, что разделение платежек на транспортирование и сам газ в результате не приведет к увеличению цены, и украинцы не будут платить больше. Почему все они говорят в будущем времени? Это уже произошло. Но здесь он вообще интересный приводит вариант, да? Он даже не говорит о том, что сумма той и той цены, она больше, чем цена, которую вы платили раньше, да? Он говорит вообще о другом. Люди вообще не пользуются газом и получают платежки за транспортировку. Но уже есть факты, когда люди с лютого начинают получать платежки за транспортирование газа, но самым газом они не пользуются. Я подумал, что что-то гонят. Ну такого не может быть. Ты же не пользуешься. Ну какая там цена за транспортировку? Оказывается, не гонят. Газ-то ведь надо же доставить все равно, даже если ты им не пользуешься. Да, да, да. Со стороны украинцев есть такие аргументы. Украинцы вложили деньги. И вот эти вот все ответвления, за которые они платят, типа, за их эксплуатацию, это им должны платить. Арендную нахрен плату. Потому что эти все инфраструктуры, это все проложено по их земле. Арендную плату, пожалуйста, на бочку. Но чтобы вся великая инфраструктура, транспортные, магистральные трубопроводы, распредельные трубопроводы, у нас есть так называемая инфраструктурная складова в тарифах. Подожди, подожди. Ты не путай, пожалуйста. Нафтогаз, судя по премиям людей, которые там работают, зарабатывает очень и очень неплохие деньги. Если вы не помните, то я вам напомню. Они премии выписывают по 20 миллионов долларов на рыло. Значит, они очень много зарабатывают. Значит, они зарабатывают не менее 500 процентов. Рентабельность у них. У них, которые вообще ни хрена не делают, да? Ну окей, ладно, оставим это в сторону. Почему люди должны оплачивать, если нафтогаз это государственная компания, почему люди должны оплачивать ремонты там их инфраструктуры? Мало зарабатывают все-таки. Для того, чтобы весь час, в будь-який момент добы, украинский споживач мог открыть, и газ находится под тиском, и он может его отримать, это коштует грошей. Да, не надо лечить. Ну как это? Закрыт вентиль? Потребления нет. Ну, это даже маленький ребенок расскажет. То есть, есть те витраты, которые умовно постоянные. То есть, их весь час нужно вкладывать, даже если ты не споживаешь. Это действительно так складывается тариф, когда мы имеем такие услуги. Ну, если есть такие витраты, то нафтогаз без проблем за счет своих сверхприбыли может их покрывать. И у них есть сверхприбыли. Потому что я не знаю ни одной компании, где вменяемое руководство выписывало бы себе премии в 20 миллионов долларов. Логика как раз в этом. В любой момент можно открыть газ, и он там будет. Это не так, что вы не сплачиваете и не сплачиваете, а газ все равно есть. Да ну, что за вздор? Увольте. Что это за вздор? Открыл, и там газ будет. А они не пользуются газом. Открыл, не закрыл, они его заклеят сейчас и все. И почему они должны заплатить? Что? Но сейчас вот работает, чтобы все-таки не было отдельных платежей. Чтобы это была отдельная статья, отдельная величина, которую нужно заплатить. Но не две платежки, чтобы не дратировать украинцев. А вот здесь вот по сути он говорит, украинцы животные, поэтому, поэтому, если мы объединим, то их не будет это раздражать, они будут себе платить. Вне зависимости от того, что цена, общая цена выросла за счет якобы транспортировки по тем коммуникациям, которые они уже оплатили дважды. Один раз из бюджета, второй раз своими деньгами. Они еще теперь должны будут платить за них. Если мы говорим про цену на газ, уряд установил верхнюю планку. Не больше, чем показник нидерландского хаба и соответствующие витраты на транспортирование. Ой, спасибо. Не больше, чем показник нидерландского хаба. Мне когда говорят, ну типа, а что ты хочешь? Газ это товар. Поэтому да, все правильно. Это еще когда Гройсман чесал по ушам. Говорили, газ это товар, поэтому надо ориентироваться на европейские цены. Смотрите, если бы поляки продавали свои яблоки по тем же ценам, по которым эти яблоки стоят уже с учетом транспортировки и наценки в нидерландском супермаркете, то у них бы ничего не вышло. На самом деле, в том, что мы формуем рынок. Нам важно, и с 1 травня мы этим будем заниматься, чтобы у каждого украинца появился альтернативный поставщик газа. Когда вы сформируете рынок, и у каждого украинца появится альтернативный постачальник, вот тогда вот вы можете и разделять, и придумывать свою доставку. Все равно не влезет, потому что это абсурд, долбанный, абсурд, ложь и манипуляция. Это ложь, это мошенничество. Не ведитесь на это. Это мошенничество. Вы как минимум дважды уже оплатили эту трубу. И они по этой трубе продают вам газ по завышенной, завышенной цене, а эта труба проложена по вашей же территории, по территории местной общины. Они охренели. Мы сделали это за ней. И не обеих удивились, когда понимали, в сумме за газ подекуди доведется платить больше, чем за передним великим тарифом. А в этом как раз нет ничего удивительного. Да, они обманули. Им надо было повысить цену для населения. В очередной раз. Население все раздятое, голое, но еще мясо на костях есть, надо его еще ободрать, знаете. Поэтому мы придумали, ну, понизили цену на газ. Видите, мы все выполнили. А вот транспортировка тут выросла как раз. Потом они будут там операционные расходы еще какие-то, вот бумажку распечатать, да. Все равно свое возьмут. И цена выросла общая. Адже доставка від региону до региону гейт різна и залежит від кількости абонентів на километр трубы. И далее, имеющий непосредственное отношение к зеленой команде, телеканал делает вывод, что газ все-таки, несмотря на то, что там снижается цены, все, он очень дорогой. Дешево он стоит, не будет. Забудьте. Газ – это дорогий энергоресурс. Сьогодні цена на него падает. Есть чему тишитесь. Але він ніколи вже не здешевший, а настільки, щоб це не було по кишені. Вот, что мне главное больше всего понравилось, это что патриотически раскрашенная труба. Я не знаю, специально или случайно. Мне кажется, что специально. Вы представляете, какой газок там. Он апатриотичивается, когда заходит там с России, допустим. Хотя с России газ идет больше на предприятия. Но они же доводят цену для населения практически к цене, которую платят олигархи типа Пинчука, которые там что-то делают с этим газом, да? А потом продают товар, который сделали в ту же Россию. Ну, давайте вспомним кое-что. Давайте вспомним. Мы хочемо тобі презентувати проект. И что мы пропонуємо робити для того, чтобы платежка у людей, ну, как бы в перспективе, ставала менше. И что вы собираетесь делать, ребята? Получилось главное, да? Для кого-то платежка станет меньше на, там, 50 плюс-минус відсотків уже наступной зимы. Я слышал, что для некоторых стала платежка меньше на 90%. 90%. Платили 5 тысяч, а начали платить уже вообще какие-то копейки. Вас нет. А старый для населения снизить. Людям главное, главное, понимаете, что не будет выше, а будет меньше. Не выше, это уже точно. На эту зиму мы захистили споживача от того, чтобы тариф взрос. Выше не будет точно. Понимаете, они как вот такие аферисты блатные. Я же сказал, что будет снижаться. Будет снижаться. А то, что там транспортировку они ввели, и она перекрывает эту цену. Ну, то такое. Я же-то сказал, что будет снижаться цена на газ. Это уже, ну, сильно, потому что он традиционно взрослый. Уже не будет взрослый. Не будет расти. Ну, вы сами проверите. Видите? На вторую платежку не смотрите. Вот здесь, видите? Понизился. Это реально приводит к изменению тарифов. На какую сумму изменится? На 19 тысяч миллионов. Все просто. Треба сказать, что если цена нижняя, то нужно, чтобы тариф был нижний. Ну, видите, как предполагалось. Так и сделали? Слово держат. Нет, так она же не снизилась. Что нам, чтобы она не выросла? За газ снизилась. Снизилась? Да и все. Зеленая команда слово свое четко держит. К слову, здесь объявление, оно пришло. Вы знаете, что в Одессе неизвестные пока что патриоты сорвали, опять-таки, барельеф маршала Жукова. У меня разное отношение к разным историческим персонам. Но я считаю, что если Одесситам хочется иметь барельеф Жукова, никто не имеет права приезжать, что-то там им срывать. Я ни разу не слышал, ни разу, может вы меня поправите, чтобы Одесситы ехали во Франковск или во Львов, сбрасывать какие-то памятники, сбивать какие-то барельефы. Ни разу мне не доводилось слышать. Мы, как партия, конечно, будем реагировать на такого рода случаи и будем реагировать всегда, потому что у каждого в нормальном государстве есть право на свое мнение, на своих героев. И там, где мнение большинства превалирует, там меньшинство помалкивает. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok